Бизнес-ланч В 2008 году закончил КФМГТУ имени Баумана по специальности сварочное производство. Это первое образование. Второе образование получил ЭВМ и информационные технологии. Там же параллельно учился на вечернем образовании. После окончания университета полгода отработал инженером-конструктором, освоил 3D-моделирование различных сложных конструкций и в основном такие программы конструкторские и архитектурные. Вот. Дальше знакомый позвал меня в газовую отрасль. Вот. Ну, тут и образование сыграло роль. Да, и образование. Плюс еще после института обещал зарплаты, там, все дела. Вот. Но как бы работа была связана с выездами. В основном это север, минус 40, там, минус 30, газопровод, да, скважины. Вот. И запускали всем известный серный поток. Вот. Всю вот эту вот магистраль запускали сложные технологические предприятия, которые осуществляют транспорт газа. Вот. Дальше. Родилась дочка. И разъезды решили приземлить. Разъезды решили прекратиться. Перевелся в администрацию дочки газпрома. Вот. И, соответственно, осел в офисе. Угу. Вот. Ну, это как бы специфическая такая деятельность офисного человека, да. Это постоянные бумаги, постоянные со стороны коллег. Выслушивал, что скорее бы на пенсию быстрее закончить. Вообще, я так понимаю, что вы решили в свободное плавание выйти из-за отсутствия перспектив и некой такой активности. Было. Было неинтересно, да. Были одни бумаги практически, да. Ничего не принималось со стороны. Ну, предложений, никаких внедрений, потому что компания гигантская. Там, чтобы дошло что-то изменения какие-то, это нужно приложить необыкновенные усилия. Вот. И да, решил, нужно что-то менять. Так как я, ну, в командировку брал с собой различные книги по бизнесу, по личностному развитию. Угу. То есть, занимаясь самообразованием в это время? Да. И автобиографии известных людей. Ну, как бы интересно было читать. Из мира бизнеса, я так понимаю. Да, 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 конечно. Вот. И, соответственно, начал искать пути, как мне перейти именно в сферу предпринимательства. Начал посещать различные семинары. Ну, то есть, вы начали посещать активно мастер-классы, которые вам дадут информацию и багаж для того, чтобы сделать самостоятельный шаг. Да, да, совершенно верно. Вот. Походил где-то месяца четыре на эти семинары. Потом мне попалась реклама бизнес-молодости, всем известной. Вот. И пошел я к ним на трехмесячную программу. И как раз-таки бизнес-молодости дала такой сильный пинок. То есть, критическая масса была достигнута? Да. Вы написали заявление в увольнении? В апреле, да, написал заявление. Хорошо. А как вы выбирали нишу, где вот все свои знания, все свои усилия приложить? Соответственно, я выписал список 50 самых таких популярных ниш, которые мне интересны были. Из этих 50 ниш я выбрал ту нишу, которая была как бы связана с моим прошлым, с моим образованием, с моими интересами и, собственно говоря, где я мог реализоваться и, как бы, чтобы рынок был не маленький и достаточно большой. Но и не заполненный, да? По экономике, да. И плюс он, как бы, достаточно на развивающемся уровне. Это рынок практически без какого-либо сервиса для клиента. Ну, ремонтный рынок, я имею в виду. Вот теперь давайте подробнее сюда. Насколько я понимаю, вы выбрали ремонт. И для меня, я думаю, что и для многих тех людей, у которых уже был опыт соприкосновения с этим бизнесом, достаточно странно звучит, что здесь нет сервиса для клиентов. Вот если можно, давайте это поподробнее. Давайте. Начинается все с, допустим, дизайн проекта. Клиент покупает дизайн проект. В дальнейшем переходит режим стройки. Так. Ну, он находит бригаду, которая ему это воплотит. Да. Либо он находит, либо дизайнер ему, да, советует. Вот. А дальше информация до клиента не поступает практически вообще. Либо его постоянно выдергивают. Дай денег. Дай денег, да. Приезжай, посмотри, как мы нарисовали розетки на стенах. И он постоянно его, ну, как бы бригада его постоянно дергает. Привези, там нам не хватило шурупов. Привези, приедь, согласуй вот эти вот моменты какие-то. И его постоянно дергают. И он не понимает. До него не доходит информация, сколько он потратил. Когда завершение какого-либо этапа будет. То есть прозрачности этого процесса, по сути, нет. Прозрачности нет, да. Ну, прозрачность, ему могут доносить эту информацию постоянными звонками, то есть отвлекая, дергая. Да. А посмотреть он этот процесс нигде не может. Вот и, собственно говоря, отсюда родилась первая идея. Так. Сделать какой-то сервисный продукт для заказчика, который бы разложил по полочкам весь процесс ремонта. То есть, грубо говоря, есть у нас дизайн-проект, есть некая калькуляция этого проекта. А вот потом как раз тот сегмент, о котором вы и сказали, который является, скажем так, самым некомфортным для заказчика, это контроль работы. Естественно, да. Так, хорошо. А как вы выходили из положения, как это сделать, скажем так, доступным, понятным и контролируемым? Я сначала проанализировал все боли клиента, с которыми он сталкивается во время ремонта. То есть это финансы, сроки, отчетность, согласование каких-то моментов, чтобы не упустить. И не было критических ошибок в конце, этот момент нужно как бы согласовать до проведения работ. У меня составился такой список тех разделов, которые интересны заказчику. Такой чек-лист получился. Да, 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 чек-лист. И из этого чек-листа с помощью программиста я ему сделал ТЗ, и он оформил личный кабинет, как в виде сайта, куда клиент может заходить по логину, паролю и отслеживать все свои этапы по ремонту. То есть там есть график, интерактивный график, план график работ. Причем этот личный кабинет, он связан с внутренней частью программы нашей, где работает менеджер. И там же работает и прораб. То есть они вносят оперативные изменения, и клиент эти изменения опять же видит, причем видит это в комфортной для себя обстановке, сидя дома за компьютером и не надрываясь, и не волнуясь. Да, совершенно верно. Раз в два дня производится пересмотр, обновление информации, и графики обновляются, обновляются отчетные документы, обновляются сроки, где-то двигаются, где-то сокращаются, и он видит все вот эти движения. Плюс предоставляется отчет, фотоотчет каждого этапа работы. То есть он может зайти посмотреть, у него вчера, например, выложили перегородки, вот какой этап, вот столько завершено. И плюс мы ставим онлайн-камеру на объект, которая включена в определенной зоне, и показывает, что свет горит, ребята работают, клиент спокоен и видит, что у него на объекте происходит движение. То есть по сути вы создали, не могу сказать, что уникальный, но тем не менее востребованный продукт для этой ниши бизнеса. Как были сделаны первые шаги по внедрению этого приложения, по привлечению первых клиентов? Ведь все-таки старт для любого бизнес-процесса – это самое важное и самое трудное. Согласен. Опять же-таки на бизнес-молодости прошли один из первых этапов обучения – это привлечение клиентов. Это настройка рекламы в Директе, Яндексе. Это самое простое, что можно сделать. Сделать простой сайт и с Яндекс.Директа, с этого сайта получать первые заявки. Как только первые заявки пошли, первая заявка была на ремонт ванны. Я сам позвонил клиенту, сам ему спросил, что ему потребуется, что ему нужно. Предложил определенный вид работ и предложил выехать на замер, чтобы посмотреть, что как ванна внутри, что делать, какие работы, и чтобы составить смету ему потом. Соответственно, приехал, смету составили, смета его устроила. Все хорошо, заключили договор. Дальше. Следующий этап у меня был знакомый мастер, который универсал и выполнял различные виды работ. Мы с ним совместно, я учился, а он в это время… То есть вы были в процессе понимания? Да, да, да. Я хотел как можно больше информации получить со стройки, чтобы ее потом стандартизировать, грубо говоря. И мы за месяц сделали эту ванну, клиент доволен, все хорошо. То есть это было как раз в режиме этого сервиса уже, с фотографиями, с отчетами, с графиками? Это самое начало, самый первый сервис, он был как бы такой прям на коленке, сделанный на каком-то конструкторе. То есть это даже еще пока без напильника и острых углов? Да, практически. Ну там куча ошибок там было. Вот теперь давайте мы перейдем к важной части о том, какие шишки набиваются при старте нового бизнеса. Я напомню, что в программе «Бизнес-ланч» на Радио 1 у нас в гостях основатель ремонтостроительной организации «Диджитал Строй» Владимир Рудаков. Бизнес-ланч Владимир, ну первый шаг был сделан. Информация была получена. Насколько я понимаю, вы непосредственно участвовали в самом процессе для того, чтобы эту информацию как-то аккумулировать, потом оформлять очередное ТЗ программисту и вносить изменения вот в этот продукт, в программный, который потом, соответственно, потихонечку, помаленечку приобретал современные черты. Насколько сложно было вам, как человеку, с одной стороны, с технической стороны подготовленному, но все-таки ремонтом же вы не занимались профессионально. Вот где были какие-то тонкости? Где тонкий лед, на который ступили? И может быть даже какие-то ошибки были? Тонкий лед, прежде всего, это подбор персонала, исполнителей. Так как не было опыта работы с профильниками именно в ремонтной сфере, вот первые две ванны мы закончили с мастером-универсалом. Потом третий договор у меня был на ремонт квартиры. Так, это уже помасштабнее? Это уже помасштабнее, да. И тогда я уже начал искать именно прораба, который бы встал на стройку, да, и весь производственный процесс вел, ну, профессионально, так как он знает больше, чем я. Ну, безусловно, да. Вот, он все вот эти моменты бы закрывал, те, где у меня нет компетенции. Нашел прораба, все хорошо, но прораб, так как я его тоже мало знал, у него были свои там потайные камни подводные. Вот, он начал ставить на объект самых дешевых людей. Ну, и, соответственно, уровень исполнительности был. Соответственно, там, естественно, и по качеству были вопросы. А, кстати, во время поиска вот этой бригады были люди, которые говорили, Владимир, а что там, контроль, онлайн-камера, фотоотчет каждый день? Ой, не-не-не, это не к нам, мы так не работаем. Мы боимся, да, мы не хотим. Вот, да. Это, наоборот, еще один плюс при подборе мастеров. То есть это фильтр своеобразный, да? Соответственно, да, этот фильтр убирает тех, которым есть что скрывать. То есть они, ну, не просто же так они не хотят показываться, светиться там, работать на камеру и отчеты предоставлять. Значит, есть какие-то вопросы. Вот, как показывает практика, да, кто соглашается идти работать под камеру, он как бы ответственный и делает свое дело, ну, профессионально. Ну, хорошо, вот первые шишки вы набили. Как выходили из положения, я так понимаю, что все-таки есть какие-то моменты конфликтные. То есть приходилось, пришлось же как-то решать вот первый негативный опыт. Да, решали негативный опыт, решали с заказчиками, компенсировали те моменты, которые, ну, были, переделывали что-то, да, покупали за свой счет материал, оплачивали еще раз мастерам. Уже другим, я так понимаю. Да, вот этот объект мы как бы с коллегой, с моим, который занимался как раз на тот момент, подключился ко мне с продажами, помогал. Мы доделывали этот объект вручную, вдвоем, можно сказать, там, где-то подкрашивали обои, там, подклеивали, позвали нашего мастера, с которым мы как раз вот делали ванну. Он нам помогал что-то доделывать. Ну, мы достаточно быстро сделали, там, за два месяца практически ремонт, это очень быстро. Ну, с одной стороны, да, согласен. Вот, с нуля практически. И мы его доделали, все, заказчики с чемоданами заехали, мы им отдали ключи, да. Да, у них вопросов, ну, периодически еще приезжали, там, что-то доделывать, да, по ходу, там, в течение месяца, когда у них было время. Вот, но большого конфликта, как бы, из первого объекта не получилось. Не получилось, да, это хорошо. Но я так понимаю, что эта информация, она как раз осела полезным багажом для того, чтобы делать выводы на следующее. Сейчас, что из себя представляет этот сервис? Насколько я понимаю, личный кабинет есть у каждого заказчика. Что необходимо для того, чтобы стать участником этого проекта? Нужно заключать с вами договор на ремонт или можно, например, просто зарегистрироваться и иметь, вот, доступ к этому кабинету, скажем так, на будущее? Сервис, на самом деле, да, достаточно гибкий. Он полезен как для заказчиков, которые могут нам просто оставить заявку, да. Мы, если ему необходим ремонт квартиры, мы выезжаем, у нас также замер происходит, мы делаем 3D-модель непосредственно на объекте, то есть у нас человек приезжает с ноутбуком, замеряет и 3D-модель на объекте. По этой 3D-модели мы уже считаем смету правильную. То есть, учитывая пожелания заказчика, где что должно быть и какого качества, к примеру, отделку он хотел бы. Да, и отделку это одно, а во-вторых, 3D-модель дает возможность посчитать все объемы по стенам, потому что просто так, ну, с рулеткой достаточно сложно сделать. Вот. Он у нас заказывает ремонт, может заказать у нас дизайн-проект, мы также делаем, разрабатываем дизайн-проекты. И доступ до самого кабинета он получает после заключения договора, ему предоставляется логин, пароль, он заходит, наполняется кабинет его информацией. Если у него есть сторонний дизайнер, мы можем подключить, дать доступ дизайнеру, проектировщику, у которого также будет свой вход, он будет видеть только свою информацию, касающуюся стройки. Соответственно, этот сервис можно кому-то арендовать, если нужно будет какой-то компании, допустим, подключить его к себе. Мы можем также сделать им какое-то предложение. Хорошо. То, что касается качества работ, насколько я понимаю, после того примера с квартирой, как сейчас вы подбираете персонал для выполнения этих заказов, насколько гарантируете качество и какие обязательства берете на себя? Сейчас я лично контролирую 6-7 объектов. Это основная масса сейчас в работе, в которых находится. Непосредственно участвую в каждом процессе, включая финансов, закупок. То есть все проходит сейчас через меня. То есть пока вы по поговорке «хочешь сделать хорошо, сделай сам» идете? Просто был опыт от прошлых лет. Делегирование? Был опыт, да. Мы набирали, у нас было сразу около 12 объектов. Большой рост после первого объекта. Через полгода выросли практически разов в три, наверное. И начался набор персонала. В офис начали набирать производственников, которые должны контролировать процесс на производстве. В свою очередь, это вот как прорабы, да? Прорабы должны набирать мастеров и контролировать уже этих мастеров. А в связи с тем, что большой вал шел заявок, мы просто физически не успевали контролировать все вот эти процессы. И, соответственно, у нас производство начало по качеству проседать. Начало проседать, начали останавливаться стройки. Из-за ошибок мы начали перерасходовать свои финансы. То есть, до закупать что-то, переделывать. И это привело к дефициту бюджета, я понимаю, да? Это привело к дефициту бюджета, да. В минус полтора миллиона мы в кассовый разрыв упали, остановились. Объекты в семь, наверное, просто пришлось остановить. Заказчикам сказать, мы вам вот эту сумму будем выплачивать в течение полугода. И на основе вот этих вот ошибок сейчас я решил доделать непосредственно сам продукт. Так как мы занимаемся ремонтом, сам продукт это у нас качественно выполненный ремонт для заказчика. Вот, соответственно, на пяти-шести объектах я сейчас отстраиваю процессы таким образом, чтобы добиться максимального качества именно работ. И стандартизировать сам процесс контроля. То есть, мы сделали сейчас регламенты большие, как контролируется, какой этап, с какой периодичностью, кто его контролирует. И как не допустить ошибок. Вот я сейчас этот процесс отрабатываю и в дальнейшем уже будете двигаться вперед. Насколько я понимаю, в любом случае слабым звеном во всей этой цепочке являются бригады, которые выполняют ремонт. То есть, у вас, скажем так, собственных профи нет, которые сидят и готовы по вызову сорваться. То есть, это все наемные, сторонние люди. И здесь вот как у себя готовы обезопасить? Есть ли какие-то договорные обязательства у тех людей, которые выполняют работу, какие-то штрафные санкции? Как воздействуете на них? В настоящий момент у нас сложился определенный пул строителей. Есть несколько прорабов. Два прораба, которые с нами работают уже больше полутора лет. У них есть свои проверенные мастера, есть монтажники, которые выполняют строительные работы, есть отдельно электрики, сантехники узкоспециализированные. Они тоже все свои, они в деле на масштабе пяти квартир достаточно вот этого объема сейчас. Мы, если приходит новый человек, он сначала подключается к прорабу, который уже в стройке, которому мы доверяем, от которого обратная связь, да, давайте будем его брать, либо нет, этот человек не подходит. То есть, он принимает последнее решение. То есть, испытательный срок такой? Да, в качестве испытательного срока он месяц на объекте проводит, а потом его либо принимаем, либо не принимаем. Соответственно, это должны быть люди, которые проверены, которые доверяют тебе, а ты доверяешь им. Ну, это как единая команда должна быть людей. То есть, с улицы привезти и отдать объекты на работой, так не работает. Ну, как бы проходили уже. Ну, это понимаю, да, шишки-то есть набиты, и опыт негативный, который потом дает возможность как раз эти минусы перекрывать. Хорошо, какие перспективы вы видите для себя именно в предложении этого сервиса? Насколько мощным может быть расширение? И, соответственно, как вы будете справляться со спросом? Ведь он может скачкообразно вырасти, а предложение ваше не успеет за ним. Ну, планы на ближайший год – это, во-первых, сделать стандарт по производству, по качеству работ. Повторюсь, да, что нужно первостепенно сделать качество. В дальнейшем это качество масштабировать путем партнерской сети. То есть, я сейчас как раз подбираю предпринимателей, которые подключатся к нашей команде, возьмут мою модель, которую я сейчас дорабатываю. И на основе моей модели, грубо говоря, я себя клонирую. Ну, то есть, получается, как типа филиал такой? Да, будет филиал, будет один человек ответственный за этот филиал. Этот филиал будет вести не больше 5-6 объектов, контролировать по нашей схеме, работать в нашем сервисе и в нашей системе управления внутренней. То есть, все процессы стандартизированы и, соответственно, отклонения будут минимальны. Ну, только так можно добиться хорошего качества, это как Макдональдс. Там все прописано буквально до мелочей. Ну, весь регламент не только там, да. Согласен, Владимир. А вот то, что касается заинтересованности. В чем заинтересованность потребителя? Я понимаю прозрачность, контроль и, соответственно, возможность спокойно в комфортном режиме для себя все это видеть. А в чем заинтересованность исполнителей? Подобный механизм дает возможность им зарабатывать больше или дает им возможность иметь уверенность в том, что завтра тоже будет проект и завтра тоже будет работа? Потому что строительный рынок все-таки лихорадил прилично в прошлом году. С точки зрения исполнителей, мы им предоставляем практически полную информацию по проекту. Есть дизайн-проект, есть отдельно инженерные схемы, которые мы дополнительно еще делаем помимо дизайн-проекта для монтажников. То есть не нужно выдумывать ничего? Не нужно выдумывать, да. У них перед глазами есть стандарт, по которому они просто собирают узел, допустим, гидравлический, да. Собирают узел быстро. Всю комплектующую им поставляется также стандартно поставщик, уже знает, что привозить. То есть у него там практически до гайки все просчитано. То есть нет такого, давай пойдем на рынок, а может быть вот это купим, а может быть вот это, да. То есть у нас уже все понятно. Да, все приезжает в упаковке, в коробке, он ее разворачивает, собирает. И за счет этого экономится время, он быстрее это собирает, соответственно, он быстрее и больше зарабатывает. Ну а потребители, я имею в виду заказчики ваши, они помимо экономии времени, что еще, какие плюсы для себя могут в этом увидеть? Ну, соответственно, плюс по качеству, так как у нас все стандартное, эти все механизмы уже опробованы на предыдущих объектах, внесены какие-то изменения и, ну, системы инженерные, по крайней мере, они как бы работают уже как часы. Мы их собираем уже не один объект и, ну, по качеству претензий нет. О защите продукта хочу спросить. Все-таки идеи в Роспатенте не регистрируют, да, регистрируют конкретные изобретения. Но как вы защищаете свое детище и защищаете ли вы? Потому что ведь, увидев, как это работает, услышав наш с вами разговор в эфире, кто-то скажет, слушайте, а может мы тоже это сделаем? Ведь нет трейдмакс, так называемый. Или все-таки есть шаги по лицензированию? Заявка, да, заявка подана на торговую марку. Подается сейчас заявка на веб-разработку, да, там нужно зарегистрировать определенный код, чтобы он не повторялся. Это как бы, да, сейчас в процессе. Ну, механизм запущен. Ну, то есть, с этой стороны вы себя все-таки защищаете? Да, конечно, конечно. Ну, тогда остается пожелать успехов в развитии. И действительно, ведь с одной стороны все явно, этого не хватало на рынке, с другой стороны, самое главное, не что, а как. Уверен, что с исполнением и доработками у вас все в порядке. Отличная идея. Спасибо, что нашли время зайти, рассказать о ней. Ну, и, естественно, желаю успехов. Спасибо, что пригласили. Я напомню, что в программе «Бизнес-ланч» на Радио 1 мы сегодня общались с основателем ремонтостроительной организации «Диджитал строй» Владимиром Рудаковым.